Машука, чем запомнился он молодежи Северо-Кавказского федерального округа, узнаем у Владимира Кайванова, заместителя директора по безопасности форума Машук-2019. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Рады вас приветствовать из Пятигорска сразу к нам? Да, вот прям сразу. Ну что, как прошел 2019 год для Машука? Смело можно сказать, что 10-й юбилейный форум Машук был самый крутой Машук, который был у нас в городе Пятигорске. Почему? Почему? Потому что он, во-первых, юбилейный, потому что он был юбилейный, потому что он был три смены, обычно Машук классические были две смены. Машук затронул теперь еще больше молодежи Северо-Кавказского федерального округа, плюс у нас были участники из России, они были в очень большом количестве. На Машуке до этого не было столько гостей из России, участников из России и ближайшего зарубежья. Поэтому Машук, масштаб Машука, он вырос и он действительно был юбилейный. Он все еще впереди, я думаю, он будет расти и расти и расти. А почему так происходит? Почему Машук так полюбился всем? Потому что Машук, во-первых, он Северо-Кавказский оригинальный форум нашего округа. И, наверное, Машук стал ломать те стереотипы, которые существуют на Кавказе. Ребята, которые приезжали к нам на международную синическую весну, на всероссийскую судьбу весну, увидели Кавказ с немного другим. И это притянуло к форуму еще больше внимания. Те мероприятия, которые были у нас в регионе, они показали Кавказ с другой стороны. И поэтому еще больше участников. У нас было 947 заявок из всей России. Участники, то есть в две смены, у нас первые две смены были ребята из России, могло только поучаствовать только за две смены 200 человек из России. Поэтому представьте, был конкурс 4 человека на одно место. 947 заявок из России. Ребята, те, кто хотели приехать к нам и увидеть Машук, потрогать его, понять, что такое Машук. Потому что 10-й юбилейный, он действительно был крутой. Насколько я лично знаю тех людей, которые из года в год участвуют в Машуке, не только потому, что они хотят победить с их проектами. Это, конечно же, тоже. Но потому что Машук – это определенная атмосфера. Это общение молодых и талантливых людей уже со всей России, можно считать. И, конечно же, обучение. Почетные гости, которые приезжают на Машук, это уже стало традицией. Кто был в этом году? Самое главное, что можно отметить, что у нас в этом году были все главы субъектов Северкоградского фенерального округа. Все главы приехали, и они не просто приехали, и пошли, посмотрели лучшие проекты. Каждый глава пообщался со своей делегацией, услышал, был буквально живой диалог на равных, где ребята могли напрямую задать вопрос главе своего региона и получить ответ. Они могли каждый рассказать о своем проекте что-то, получить поддержку от главы, узнать его мнение, и что думает вообще глава по поводу того, нужен ли Машук, и как он видит развитие молодежи в регионе в целом. Поэтому это самые главные гости. Ну и, естественно, что у нас в гостях в этом году был софетисов, это та звезда, это та легенда, которая приехала на Машук, и все ребята, которые были на мастер-классе, которые были в диалоге с Фетисовым, просто настолько, наверное, на ближайший год зарядились такой энергетикой, потому что столько энергии было в этом человеке, просто я сам был приятно удивлен. У нас были гости разные, и Хабиб Нурмагомедов был, и Сергей Безруков до этого приезжали, и Александр Карелин, но Фетисов так зарядил своей энергией, поэтому это было просто волшебно. Вот, наверное, этим и отличается юбилейный форум. Приехали гости немного уже и другого уровня, и такой вот охват был много масштабнее, нежели был в прошлых годах. Еще раз, об атмосфере Машука, как я уже сказала, она там присутствует. По традиции, наверное, стояли казачьи, курни, делегации, представляли свои национальные блюда, национальный колорит. Было ли это в этот раз? Да, было. В этом году на юбилейном Машуке у нас до этого все 9 лет каждый день был День какого-либо региона в Машуке. Но у нас в нашем Сарковске федеральном округе не было праздника, Дня СКФО. И в этом году Машук стал таким центром создания этого праздника. Мы на Машуке решили сделать День СКФО, где каждый регион приехал, мог презентовать свою культуру, свою делегацию, показать, как это есть, какая культура в Дагестане, какая культура в Чечне, и этот Машук отличался от других Машуков. Раньше мы каждый день могли окунаться в такую атмосферу, в День Кабардино-Балкарии, в День Северной Осетии. А этот Машук отличался тем, что мы могли разом посмотреть все, любой гость, любой участник, пройтись по площадкам делегаций, увидеть, какая атмосфера и какие традиции есть у каждой республики, входящей в Сарковскому федеральному округу. Владимир, я думаю, что вы за этот месяц познакомились со многими участниками Машука, что интересует сейчас молодежь. Какие проекты они представляют? Что же интересует молодежь? Во-первых, большинство молодежи, которая приехала на Машук, не знают, что Машук – это территория дружбы. Ребята приехали знакомиться, рассказывать о своих проектах и искать маленькие сообщества и своих соратников других регионов, потому что очень много было проектов, связанных с экологией. Наверное, еще больше проектов было связано с туризмом. Ребята сами писали проекты, смотрели, какие проекты у ребят в соседних регионах, так сказать, коннектились, это позволяла наша образовательная программа. И вот выдумывали, так сказать, разрабатывали совместные проекты, которые помогли бы им в дальнейшем взаимодействовать. Это было очень важно. Я считаю, что, наверное, главным направлением проектов Машука были туристические направления, туристическое направление, в котором, ребята, прям много было проектов с туризмом, связанных. И это очень хорошо, потому что у нас такая замечательная площадка в нашем регионе, и Кавказ, он должен быть туристическим. Я считаю, что это правильно. Ты сейчас, наверное, к личному вопросу перейду, очень уж мне интересно. В свое время, когда я была участницей Машука, у меня был обучающий проект, связанный с литературой. Вот таких обучающих проектов было много в этом году? Может быть, социальных? Наверное, обучающих проектов было немного меньше, чем до этого. Опять же, скажу, что прицел был в основном на туристические проекты, экологические проекты. Ребята видят проблемы региона у себя на местах. Соответственно, наверное, от проблем отталкиваясь пишут эти проекты. Они хотят помочь региону решить эти проблемы за счет грантов, за счет своих идей каких-то. Много ребят писало проектов, которые связаны, грубо говоря, с самокатами. Кто-то хотел просто велопарковки сделать и так далее. В общем, видно, что молодежь нашего округа была заинтересована в том, не чтобы просто писать и какие-то личные цели ставить на первый план. Выходили на первый план все-таки общественные вещи, которые важны региону в целом. А если говорить об экологии, проекты были связаны больше с ликвидацией, может быть, стихийных свалок или с... Маш, не поверишь, они были настолько разные. Кто-то предлагал сбор раздельного мусора, кто-то предлагал ликвидацию свалок, кто-то предлагал вообще переработку мусора. То есть были глобальные идеи. У парня, если я не ошибаюсь, из Ингушетии, был проект, который полностью перерабатывает мусор. И вот этот проект был инновационный, и он это предлагал, показывал, как это можно сделать. Если не ошибаюсь, он там предлагал покрышки от шин как-то правильно использовать так, чтобы можно было из них получить как своего рода полезный продукт. Перерабатывать? Да, перерабатывать. И важно на самом деле, какие туристические проекты представил Ставропольский край? Ведь мы же все-таки курорт не только аграрный, но еще и туристический. Здесь я не буду открывать занавес тайны. Есть проекты, которые будут реализовываться. И губернатор Владимир Владимирович на личной встрече с молодежью Ставропольского края поддержал некоторые проекты. Здесь пускай не нужно, что тайна останется. Но да, проекты туристические у делегаций Ставропольского края были. Именно на аллее проектов был немного другой проект. Он связанный был с медициной. Но экологические проекты тоже у нас были в регионе. Ребята писали смело эти проекты и показывали на проблематику региона. А на вашей памяти какие проекты уже реализованы на территории Ставропольского края? За все годы Машука. За все годы Машука. Я, наверное, скажу, что у нас есть Лига КВН Кавказ. Это проект Машука. В далеком 2013 году защищали проект на Машуке. Он тогда получил поддержку Росмолодежи. И до сих пор Лига КВН Кавказ у нас в регионе реализуется как очень успешный проект. Это целое движение КВНщиков Ставропольского края, которое переросло в такую массу. У нас есть команда КВН. Михаил Дудиков – это выходец Лиги КВН Кавказ. Это ребята, которые здесь и сейчас у нас вышли. И теперь ребята играют. Победители. Да, уже участники высшей Лиги КВН. Победители одной восьмой Лиги КВН. И вот эта площадка Лига КВН Кавказ, она – это проект Машука. Можно смело сказать, что в 2013 году, буквально 6 лет назад, на Машуке защитили этот проект. И он до сих пор живет, и он своей жизнью развивается. Вот это тот проект, который я сейчас смело могу сказать, что действительно он реализуется. И он будет реализовываться, несмотря на то, будет ли грантовая поддержка или нет. То есть мы смело можем сказать, что Машук помогает развиваться Ставропольскому краю, как и социально, так и, может быть, культурно. И это здорово. Волнует. Вот если в этом году на Машуке были представители из других субъектов Российской Федерации, у них какие-то другие темы были? Или все те же самые? Что нас волнует, то и их волнует. Ребята, которые приехали к нам из России и близлежащего зарубежья, в первую очередь окунулись в атмосферу Машука. Они посмотрели, что Кавказ другой, что говорят о Кавказе, это абсолютно неправильно. И те стереотипы, которые существуют о Кавказах на Машуке, они просто были приятно удивлены, что это неправда. Просто неправда. Поэтому ребята, которые приехали к нам из России, они просто еще раз убедились в том, что можно приехать. И они смело были такими небольшими трансляторами в свои регионы, потому что ребята активно использовали социальные сети. У нас был замечательный Wi-Fi на территории форума, поэтому все снимали сторис, все выкладывали все в Инстаграм, в социальные сети. И показывали, что Машук, что вот он Кавказ, и здесь лучшая молодежь, и лучшая молодежь региона, она совсем другая, нежели об этом говорят где-то в России, и говорят какую-то неправду. Такие масштабы Машука продолжатся? Я думаю, что Машук будет ежегодно расти. Ежегодно Машук будет расти, потому что, наверное, если к нам приезжают такие великолепные звезды, такие знаменитые люди, уже ежегодно... В том году к нам приезжали главы, в том году у нас был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это был первый региональный форум, который посетил Машук. И после этого Машук вырос. Мне кажется, что Машук будет только расти и только расширяться. Если раньше было три смены, может быть, в следующем году дирекция форума и правительство Старопольского края замахнется на четыре смены. То есть Машук должен расти, и мне кажется, что это правильная позиция, что молодежь должна собираться, лучшая молодежь должна презентовать свои идеи и показывать главам региона, что на самом деле у нас достойная молодежь и достойная замена. Если вот мы немножко сейчас перейдем из глобальных тем по решению экологии, туризма и так далее, на более обыденные темы. Мы в прямом эфире своего ТВ показывали, транслировали церемонию закрытия Машука. Лично хотелось бы спросить у вас, как это было? Это было немножечко трогательно, потому что я был на всех десяти Машуках в разных должностях. И каждый год это трогательно? Нет, наверное, этот Машук тронул по-своему, потому что можно было дать, что если брать то количество времени, которое мы потратили на подготовку Машука, то ты отдал такую часть своей жизни Машуку и поведение на поляне. И вот те ребята, которые были с тобой рядом, понятно, что некоторые волонтеры сменились, некоторые были в первой Машуке, кто-то был на пятых, на шестых Машуках. И вот ты когда вспоминаешь ту команду Машука, которая была с первого по последний, это огромная большая команда, огромная большая семья, которая сделала то своими руками, собрала то, и вот он, продукт, он перед глазами. И это было очень трогательно. Потому что наступил новый учебный год, значит, к нам приехали новые студенты, которые, может быть, нас сейчас смотрят. Вот советы молодым, талантливым людям. Совет такой, ребята, не бойтесь, пишите проекты, не бойтесь, дерзайте, у вас потенциал, у вас лежит море потенциала, и его нужно реализовывать. Пускай лучше попробовать, чем когда-то просто сожалеть о том, что ты не поехал, и у тебя не было времени. Поверьте, эту неделю, эту смену, которую вы будете на Машуке, вы никогда не забудете, потому что те люди, которые были с вами, они навсегда останутся рядом и будут вам, вашими друзьями, на очень-очень долго. Спасибо вам огромное, мы уверены, что участники Машуковцы продолжат пополнять ряды Машука, так скажем. И будем ждать вас еще с хорошими новостями. Спасибо за большую работу, проделанную вами. Спасибо большое. До свидания. А мы продолжаем нашу программу. Просите.